Если пациент хочет жить, то медицина бессильна, говорила Фаина Раневская и была, конечно, права. Но отчасти желание жить и вера в успех наряду с наукой и грамотными специалистами являются обязательными, важными составляющими любого успешного лечения. А как же сила природы и мудрость, накопленная веками, тоже имеют место быть? Здравствуйте! Сегодня в программе «Тело человека» мы будем говорить о народной медицине. Целебные свойства приписывают не только настойкам трав и парам отваренного картофеля, но и куда менее безопасным. Закапыванию в нос чеснока, чесночным клизмам, полоскание горла бензином. Какие рецепты работают, а какие могут нанести непоправимый вред нашему здоровью? Ответы на эти и многие другие вопросы сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напряженная борьба между лекарством и болезнью всегда причиняет вред, так как эта схватка происходит в нашем организме, говорил много веков назад французский мыслитель Мишель Монтень. И многие с ним солидарны и сегодня отдавая предпочтение народной медицине. И эту привязанность с точки зрения бытовой психологии легко объяснить. Во-первых, укоренившийся стереотип. Моя бабушка всю жизнь так делала и умерла здоровой в сто лет. Соседка сказала, что точно поможет. И далее по списку. А если получается, то непонятно, что сработало. Может, действительно помогает? Может, эффект плацебо или банальное совпадение? Только важно помнить, что аргумент, даже если не поможет, то хуже не сделает, не всегда себя оправдывает. Народная медицина во многих случаях не только неэффективна, но и небезопасна, особенно для детей и людей в пожилом возрасте. Давайте разбираться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» врач-клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры общей и клинической фармакологии Гомельского государственного медицинского университета Олег Леонидович Полковский. Здравствуйте. Здравствуйте. И двое студентов Гомельского медицинского университета, которые будут нам сегодня помогать, это Олег Тимошков и Кристина Михалёва. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ребята, я хочу начать передачу с вопроса для вас, но сначала мы посмотрим небольшой сюжет, будьте внимательны, именно в нём и содержится первый вопрос для вас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считается, что продолжительность жизни неуклонно увеличивалась, начиная с каменного века. Тогда бесполезным для племени стариком признавали даже 30-летнего человека. Сейчас средняя продолжительность жизни в развитых странах превышает 80 лет. Но и в этой древней истории есть свои исключения. Так, Пифагор, Демокрит и отец медицины Гиппократ были долгожителями даже по современным меркам. А до какого возраста они дожили и благодаря чему – это вопрос для вас. Ребята, для вас прозвучал уже первый вопрос, готовьте на него ответ, покопайтесь немножечко в истории, а мы пока начнём наш разговор. Олег Леонидович, а начать я его хочу с того, чтобы показать презентацию самых популярных народных рецептов. Давайте их прокомментируем потом. Давайте. Не секрет, что народная медицина часто используется при лечении насморков и гайморитов. Причина – распространённое мнение о вреде регулярного использования аптечных препаратов этого спектра. Их действительно не рекомендуется использовать постоянно, а для детей во многих странах они и вовсе не зарегистрированы. Возможно, именно эта причина и заставляет родителей экспериментировать с домашними средствами. Закапывать в нос соки алоэ, чеснока, лука или, например, грудное молоко. Но тем, кто считает их безопасной натуральной альтернативой химическим каплям из аптеки, пора пересмотреть свои взгляды. Сейчас объясним, почему. Олег Леонидович, что говорит о лечении насморка гайморита официальная медицина? И можно ли действительно такими народными средствами, как лук, чеснок, сок свёклы, вылечить эти заболевания? Ну, ожидать от закапывания в нос сока чеснока, лука, свёклы какого-то положительного эффекта не стоит. Максимум, чего мы добьёмся, это ожога слизистой. То есть вылечиться таким образом не получится. Но по поводу грудного молока, ну, сами посудите. Грудное молоко разве предназначено для убийства какого-то? Наоборот, это питательная среда, в том числе и для микробов. Поэтому таким образом вылечить насморк тоже будет весьма затруднительно. Ну, а если говорить, что всё-таки в грудном молоке есть какие-то иммунные частички, иммуноглобулины, может быть, это имеется в виду? Может быть, это и имеется в виду, но проблема иммуноглобулина в том, что в слизистые они не всасываются, а питательная среда для размножения микроорганизмов, в первую очередь, бактерий, это прекраснейшая. То есть большое количество питательных веществ, углеводов, белков и так далее, всё то, что используют микроорганизмы. Конечно, конечно. Основные аргументы сторонников народной медицины – это доступность и натуральность используемых средств. И список болезней, которые можно вылечить народными средствами, он огромен. Опять-таки, по мнению тех же сторонников народной медицины. Но что всё-таки можно вылечить средствами народной медицины? Ну, давайте по порядку. Значит, первая – доступность. Это, бесспорно, одно из основных положительных качеств народной медицины. Доступность. Для этого не надо идти в поликлинику, выстаивать очереди. Всегда есть возможность быстро получить хоть какую-то помощь. Это бесспорный плюс. По поводу натуральности, вы знаете, ну, натуральность не равно безопасности. Согласитесь, что человек, отравившийся бледной поганкой, да, он может быть полностью спокойным, ведь это стопроцентно натуральный продукт. Но ему от этого легче не станет, бесспорно. Это, во-первых. Во-вторых, вот есть интереснейшие исследования пакистанских учёных, так как там весьма развита вот именно народная медицина, растительное сырьё широко используется, да, они проверили растительное сырьё, которое используется, и оказалось, что практически всё оно заражено, скажем так, патогенными микроорганизмами. Это во-первых. Во-вторых, содержит достаточно большие концентрации токсинов плесени. Это во-вторых. В-третьих, там есть определённая концентрация ядохимикатов, используемых там при обработке растений. Польза, а уже даже бесспорный вред. Уже никакой пользы там бесспорной нет, конечно же, конечно же. Ну, по поводу того, что можно всё-таки вылечить, вы знаете, на самом деле вылечить можно многое. Ведь давайте не будем, наверное, противопоставлять народную медицину, да, и медицину официальную. Потому что очень много таких правильных вещей, разумных вещей из народной медицины используется в том числе и официальной медициной. Здесь очень можно большой список лекарств привести, которые сделаны на основе растений. Ну, например, весьма достаточно такой эффективный гепатопротектор, который делается, препараты, которые делаются из растения расторопши. Зверобой, в общем-то, и западная медицина вполне согласна, что это неплохой такой мягкий антидепрессант, вполне достаточно такой эффективный. Многие препараты, которые облегчают отхождение мокроты, это препараты растительного происхождения, которые тоже пришли, в общем-то, по сути, из народной медицины. И не только растения используются. Перекочевали из народной медицины в официальную, извините, ну и лекарственный массаж, он тоже пришел из народной медицины. И гло-рефлексотерапия. Это, да, это может быть не очень традиционно для нашего народа, да, но это из азиатских стран тоже народная медицина. И вот эти вот разумные вещи, используемые народными целителями, а именно правильное питание, да, правильное питание, снижение уровня стресса психологического, бесспорно, тоже вовсю и взято на вооружение и нашей официальной медицине. Грамотно говоря, сочетание средств официальной и народной медицины и даст тот самый ожидаемый хороший эффект. В общем-то, наверное, да. Ну, тогда я предлагаю посмотреть следующий популярный народный рецепт. И мы его тоже прокомментируем. Во время летних Олимпийских игр 2016 года зрители во всем мире с удивлением рассматривали круглые пятна на спинах атлетов. И только наши соотечественники узнавали знакомые каждому следы от банок. Оказывается, что древнекитайский метод лечения действительно вновь набирает популярность среди практикующих врачей. Есть данные о его эффективности при боли в мышцах, плеч и шее. Правда, в других обзорах результаты противоречивы, а качество исследований часто можно поставить под сомнение. Так от чего же на самом деле могут вылечить банки и насколько эффективен этот способ при борьбе с простудами и бронхитом? К этому вопросу, наверное, необходимо дополнение. Те банки, которые есть сейчас, силиконовые, мягкие. И те, которые были 20 лет назад, стеклянные банки, которые нужно было нагревать. И не дай бог разогреть так хорошо, что будет еще и ожог, кроме того, что кровопотек. Это, наверное, разные вещи. Так в чем же все-таки польза? При каких заболеваниях именно банок? Ну, в общем-то, мы уже увидели и услышали вот эту правильную фразу, которую я, наверное, повторю. Что да, есть определенные исследования, говорящие о некоторой пользе подобных методов лечения, связанных с тем, что улучшается кровообращение, улучшается лимфообращение. Но вот четко доказанных, а в доказательной медицине доказательством считаются результаты, полученные в качественных исследованиях. Вот таких исследований нет, доказывающих именно эффективность подобных средств. Вы знаете, я такую вот пользу здесь вот в чем вижу. Допустим, современный ребенок, школьник, да, заболел, закашлял, запростудился. Получи, ребеночек, вкусненький сиропчик, таблеточку, лежи, отдыхай, наслаждайся жизнью. Советский ребенок в этом случае, что получал советский ребенок в этом случае? Ноги находятся в кипяточке, куда постоянно еще подливается, да, грудь горит от горчичников. Половина спины затянута вот эти классические стеклянные банки. А пожаловаться ты не можешь, потому что голова находится в кастрюле с вареной картошкой, накрыта сверху, там, одеялом или полотенцем. И в следующий раз, наверное, если мама говорит, иди на улицу, и одень шапку и шарфик, ты, наверное, ее послушаешься, чтобы, так сказать, не повторить еще раз подобный опыт. Но в этом я вижу такую неплохую пользу. Хорошая польза. Олег Леонидович, давайте сейчас послушаем ответ наших ребят на первый мой вопрос. И я напомню, что он был о том, кто из древних греков мог бы считаться долгожителем. И по какой причине, по их мнению, им удалось прожить так долго? Кто будет отвечать? Я отвечу. Пожалуйста, Олег. Древнегреческие ученые считали, что достичь преклонного возраста им помогло употребление в пищу меда. Так Пифагор полагал, что достиг преклонного возраста благодаря употреблению вегетарианской пищи и меда. Он прожил 90 лет. Выдающийся древнегреческий мыслитель Демокрит, также проживший более 100 лет, считал, что мед способствует сохранению здоровья и долголетия. Древнегреческий врач Гиппократ, живший более 2500 лет назад, употреблял мед, а также широко использовал его в своей практике и прожил 107 лет. Ну, это долгожители даже по сегодняшним нашим всем мерам, да? Ну что ж, ребята, спасибо большое за этот ответ. Второй вопрос для вас уже готов. Внимание на экран. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считалось, мог вылечить керосин, березовый деготь и жучки-чернотелки. Это вопросы для вас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необычный такой, сложный, медицинский вопрос для вас второй готов. Готовьте на него ответ. А мы пока продолжим наш разговор. Олег Леонидович, давайте все-таки поясним, с какими травами, настойками трав нужно быть максимально аккуратными при лечении. И они могут свести вид даже на нет усилия врача и медикаментозную терапию. Вы знаете, с любыми, с любыми, тем более настойками. Необходимо быть осторожным, в каком плане. Когда доктор опрашивает пациента, и всегда доктор задает вопрос, какие лекарства вы принимаете. Очень часто пациенты отвечают никакие. Подразумевая, что травы, но они не считают лекарства. То есть таблетки никакие, капельниц нет, да? Совершенно верно. Целебные силы природы и так далее. Но почему я говорю, что в любом случае врачу необходимо знать, какие травы, настойки трав, тем более настойки принимает пациент. Потому что достаточно большое количество действующих веществ в лекарственных травах. Когда мы пытаемся понять, чем закончится, скажем так, комбинация двух лекарств, мы это можем понять. Трех-четырех мы можем с определенной вероятностью предугадать. Но когда их пять и более, то здесь уже, по сути, вступают действия теории хаоса. И в чем это выльется, во что это выльется, чем это закончится, предугадать практически невозможно. А ведь в лекарственных травах содержится большое количество различных действующих веществ. По поводу настойок, здесь еще одно действующее вещество появляется, алкоголь. В настойках именно? В настойках. Именно в настойках. Да, настойки это спиртовые излечения, по сути, на основе алкоголя и делаются. Поэтому, и вот тут совершенно верно было сказано, алкоголь сам по себе обладает влиянием на действия других лекарств. Да, некоторые лекарства, он может усилить их эффект. Например, лекарства, которые тормозят деятельность центральной нервной системы. Они потенцируются с алкоголем, и эффект будет намного более выражен. Это лекарства для лечения многих психических заболеваний, те же снотворные средства. В некоторых случаях это может быть просто опасно, потому что алкоголь просто-напросто в процессе метаболизма из лекарства сделает токсическое вещество. Классическая комбинация алкоголь плюс парацетамол, это может закончиться некрозом печени, омертвением участков печени совершенно. В некоторых случаях алкоголь может потенцировать действия лекарства. Вот мы говорили про центральную нервную систему, могу еще привести пример средства, которые снижают артериальное давление. На фоне приема вместе с алкоголем давление уменьшается еще больше. Их хотели вылечить, а получили, наоборот, гипотензию, нужно поднимать давление. Совершенно верно, еще более худшую ситуацию. Есть лекарства, которые в принципе нельзя принимать с алкоголем. Не то, что они уменьшат свою эффективность, а просто-напросто может вызвать отравление. Это некоторые противомикробные средства, например, метронидозол, это группа нитрофурана типа форазолидон. Их с алкоголем вообще в принципе нельзя принимать. Поэтому врач должен в любом случае знать, какие лекарственные травы принимает его пациент. У нас бывают такие часто ситуации, когда, например, пациенту дают лекарственные средства, снижающие выработку соляльной кислоты в желудке, а эффекта мы не видим. Мы начинаем ломать голову, что это плохой препарат. Или это какие-то генетические особенности этого пациента. Оказывается, все очень просто. Просто пациент каждый вечер употребляет отвар, трав, например, в состав которого входит зверобой. Зверобой активизирует процессы распада лекарств, и наши лекарства просто-напросто не успевают работать. Вот и все. То есть очень важно всю информацию полностью предоставить врачу. Ну и хочу еще поговорить с вами об одном таком направлении народной медицины, это уринотерапия. Эпилепсия, по утверждению народных целителей, отступит навсегда от комбинации пырея ползучего, детской урины и сжженных квасцов. Олег Леонидович, действительно ли отступит эпилепсия? Сложный очень вопрос, просто потому, что доказательная медицина не то, что не признают эффективность уринотерапии. Доказательная медицина резко отрицательно относится к уринотерапии. Да, иногда некоторые адепты уринотерапии говорят о некоторых положительных качествах подобного лечения. Ну, например, это связано с тем, что в моче содержится гормоны глюкокортикостероиды, обладающие противовоспалительным, противоаллергическим действием. Но прием применения мочи внутрь чревато достаточно серьезной нагрузкой на почки. И это на самом деле может закончиться очень нехорошими последствиями, в первую очередь со стороны почек человека. Я уже не говорю о том, что да, у здорового человека моча должна быть стерильна, но она стерильна не у всех, мягко говоря. То есть человек просто внутрь принимает микробы, и плюс принимает те внутрь вещества, которые его организм выбросил из себя. То есть это все-таки продукт выведения, да? Он должен удаляться из организма. А мы возвращаемся у этого назад. Конечно, даже инструктора по выживанию не рекомендуют употреблять свою мочу, оказавшись в какой-то экстремальной ситуации, потому что это может весьма сократить сроки жизни попавшего в беду человека. Олег Леонидович, считается, что народными методами можно вылечить не только физические, но и душевные недуги. Я предлагаю следующий наш слайд, и давайте тоже его прокомментируем. Итак, лечение депрессии методом доктора Валерия Иванченко под названием «Шапочка Димкова». Готовится такая шапочка из тертого картофеля, который настаивают в молоке, а затем отжимают и кладут на голову. Сверху для пущего эффекта необходимо надеть теплый головной убор из натурального меха или шерсти. Веселый, конечно, рецепт. Если он не вылечит самого пациента от депрессии, то уж семью точно повеселит. Как вы считаете, так может ли такой способ позволить вылечить человека от депрессии? Ну, на самом деле, весьма веселый способ. Вы знаете, если это не депрессия, а то, что часто называется людьми депрессией, то есть так называемая гипотемия, сниженное настроение, но не имеющее некоторых реальных признаков депрессии, то, я думаю, веселое настроение окружающих, веселый хохот, ну, возможно, что человек в состоянии облегчит. И улучшит его настроение. Но если уже говорить конкретно о депрессии, то вы знаете, ну, бесспорно, такой способ депрессию, настоящую депрессию, не вылечит. Потому что лечение депрессии – вещь очень сложная, требует кропотливой работы врача с пациентом. Здесь необходим именно индивидуальный подбор конкретного препарата, который поможет именно этому человеку при депрессии. Ну, к сожалению, такой веселый способ депрессии, наверное, не вылечит. Но в то же время психология и самовнушение, я думаю, что имеют отношение к эффективности лечения, да? Как здесь относится официальная медицина о том, чтобы создать у человека, ну, его, скажем так, настрой на положительное выздоровление? Эффект любого лекарства, который мы видим, он состоит из трех частей. Первое – эффект непосредственно самого лекарственного средства. Второе – это естественное течение заболевания. И третий момент, и, наверное, очень важный момент – это самовнушение. То есть отсюда и разговоры об эффекте плацебо, который реально существует и реально обладает очень серьезной эффективностью. Есть интереснейшие исследования, где у пациентов, у онкологических пациентов с серьезными болями, сильными, выраженными болями, плацебо давало 30-процентную эффективность. То есть давали пустышку, но боли уходили. Поэтому вот этот вот настрой очень важен. Если пациент доверяет своему врачу, если пациент настроен на хороший исход лечения, то, естественно, намного легче добиться правильного результата. Давайте сейчас послушаем ответ наших ребят. Было достаточно времени. Вы, надеюсь, готовы. Вопрос был очень непростой. Я его вам напомню. О том, от каких болезней, по мнению эксперта в области народной медицины, может вылечить керосин, березовый деготь и жучки-чернотелки. Кристина, вам достался этот вопрос, я так понимаю. Разбавленный водой чистый керосин люди старшего поколения рекомендуют использовать при ангине для полоскания горла, что, безусловно, является опасным для здоровья, так как керосин активно всасывается в кровь через слизистые оболочки, и также не исключено его случайное заглатывание. Также вызывается ожог слизистых оболочек, что может привести к спазму, отеку горданий, и такое лечение может закончиться даже летальным исходом. Что касается березового деготя, народная медицина, народные целители присваивают ему такие свойства, как выведение из организма так называемых шлаков и токсинов, и лечение таких заболеваний, как гепатит, рак, холецистит. Но на самом деле березовый деготь является мощным канцерогеном, там содержатся токсические вещества, и в том числе фенол, который организм человека просто не способен переварить. И в результате получается тяжелое отравление, поражение печени. И при употреблении березового дегтя в течение длительного времени, даже месяца или даже года, возможен рак печени. Что касается жучков-чернотелок, знатоки народной медицины уверяют нас, что это универсальное средство от множества болезней. И предполагается, что человек, употребляя в пищу живых жучков-чернотелок, избавится от диабета, болезней паркинсона, пневмонии, рака. Но употребление в пищу жуков-чернотелок также опасно для здоровья, так как хитиновая оболочка этих жуков, она не переваривается в организме человека. И эта непереваренная оболочка, она будет раздражать стенки кишечника. И также вещества, которые выделяются при переваривании данного жука в желудке, могут вызывать зуд, сыпь, а не менее языка, например, то есть что тоже неприятно. То есть очень много негативных последствий, да, приема этих всех веществ, жучков и так далее. Поэтому, наверное, не стоит это делать, по крайней мере, широко. Да, Олег Леонидович? Вы знаете, вот эти интереснейшие вопросы по поводу дегтя. Ну, вообще, деготь и официальная медицина используют, но наружно. Да, в мазях различных, при различных кожных заболеваниях. По поводу керосина. Очень распространенные способы, и, к сожалению, не только полоскания, ну и приема внутрь, там, ложками, по различным схемам. Причем адепты таких способов очень агрессивно настроены по отношению к критике этого способа. Хотя тут далеко ходить не надо. Если мы хотим узнать результаты приема керосина внутрь, берем учебник токсикологии и смотрим. Там все написано. Поражение печени, в первую очередь. По поводу жуков-чернотелок, ну, на мой взгляд, я не так давно услышал об этом способе. И, насколько я понимаю, не так давно у нас появился. Интереснейший способ начинать с одного жучка, доходить, там, каждый день одного добавлять, до 70 штук доходить, за раз живых жуков. Вы знаете, ну, мне не удалось найти доказательства эффективности подобного способа лечения. Какую-то магию напоминает такую, увеличивая число. Да, да, да. Вы знаете, народные способы лечения, они очень часто используют тайну для того, чтобы усилить психологическое воздействие на своего пациента. Спасибо большое, Олег Леонидович, за нашу сегодняшнюю встречу. Сегодня в программе «Тело человека» мы говорили о народной медицине с врачом-клиническим фармакологом, старшим преподавателем кафедры общей клинической фармакологии Гомельского медицинского университета Олегом Леонидовичем Полковским. А помогали нам в этом студенты Гомельского медицинского университета Кристина Михалёва и Олег Тимошков. Спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»